Задержка игры на полчаса из-за опоздания на матч Витязя, застрявшего в пробке, не сказалось на боевом настрое команд. Первый период прошел в энергичной борьбе, но правда без заброшенных шайб. А вот уже в начале второй 20-ти минутки череповчане реализовали численное большинство. Геннадий Столяров удачно подставил клюшку под расчетливый бросок Логана Пайта от синей линии. 1-0. В третьем периоде команды забросили 5 шайб, при этом 4 влетели в ворота Северстали. Сначала гости вышли вперед. 1-2. Однако Дмитрий Кагарлицкий на 57-й минуте в большинстве счет сравнял, но радость была недолгой. Через минуту череповчане снова пропустили. А последняя шайба влетела уже в пустые ворота, так как Якуб Штепанок был заменен шестым полевым игроком. В итоге поражение Северстали 2-4. Пропустили, не нужный, не обязательный гол, потом быстрый второй. Свои ошибки, сами ошибаемся, проигрываем игры. Сейчас есть время, у нас перерыв, чтобы что-то исправить, наверное. Подтянуть будем этим заниматься. Ребятам благодарен, проявили характер, вытвешили из себя все и в общем-то доверили этот матч. В третьем периоде наделали массу ошибок, которые привели голодов. Эти ошибки, и голодов уровня КХЛ не имеет права допускать такие ошибки. Просто не имеет права. У нас, к сожалению, они проявились. Проявились эти ошибки, за что мы и поплатились. В чемпионате КХЛ начался перерыв, связанный с участием сборной России в Евротуре. Череповецкий клуб занимает 12-е место в западной конференции. Следующий матч Северсталь проведет также на своем льду. 24 декабря череповецкая команда сразится с московским «Динамо». Продолжение следует...